Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня расскажу вам о моих летних фаворитах. Покажу те ароматы, которые именно этим летом я носила чаще всего. Конечно, я носила разные парфюмы, но вот хочу выделить эту сборку. Вот как-то они мне больше всего полюбились в этом году. Я практически каждым из этих ароматов упивалась этим летом. В этом году я практически месяц провела в Европе. Некоторые из этих ароматов я брала с собой в жаркий климат. В общем, понравились они мне. Лето уже махает ручкой. Поэтому почему бы не подбить какие-то такие итоги. Итак, ароматы любимчики, так скажем, фавориты этого лета. Первый аромат, который оказался просто мастхеллом для меня, это Шанель Шанс в туалетной воде. Вот такой классический Шанс. Я обожаю этот парфюм. Парфюмированная вода для меня немного тяжеловата, плотновато. Она больше подойдет, наверное, на осень, на вечер. Ну вот как-то так. Вот этот аромат я носила в самые жаркие дни. Он меня вообще не раздражал. Он меня освежал даже. Я себя чувствовала с ним хорошо. Он меня, в общем-то, не душил. Аромат очень шлейфовый, безумно стойкий. Это цитрусы, это розовый перец, это что-то такое брыжущее, знаете. Вот как брыжут какие-то лимоны, лимонный сок. Очень освежающим он был, в общем, и есть. Шанель Шанс. Посмотрите, сколько я его испила. Прекрасный аромат. Наслаждалась, наслаждалась этим летом я Шансом. Еще один парфюм от Шанель, который я с радостью носила. Это Шанель номер 5. Да, вот тоже достаточное количество я поносила. Это аромат вообще все сезоны для меня. Это чудесный, прекрасный, роскошный парфюм. Конечно, в очень жаркие дни я не могу его носить, не могу даже представить его на себе, но вечером, в прохладные дни носила с огромным удовольствием. Это роскошный, как я уже сказала, аромат. Он прекрасный. Я не знаю, как можно не любить Шанель номер 5. Да, очень много противников этого парфюма, но я еще раз убеждаюсь, что люди, которым не нравится Шанель номер 5, вот так с крышки или где-то там, какие-то стереотипы, через полчаса, если на них нанесешь, или вот даже я на себе ношу, и все спрашивают, что это за прекрасный, такой чудесный, женственный аромат. Представляете? Это Шанель номер 5. Вот я недавно ездила к маме, я брала с собой в отливанте этот аромат, нанесла ей на руку, и говорю, попробуй угадать, что это, вот понравится тебе или нет. Она говорит, мне очень нравится, что-то очень знакомое, но я не угадываю. Но моя мама как раз таки из тех людей, которые не любили, не любили Шанель номер 5. Она говорила, что ей пахнет бабушкой этот аромат, представляете? В общем-то, друзья, возвращайтесь к ароматам, давайте им шанс, а если хочется, если хочется, да. Но вот не зря, не зря Шанель номер 5 до сих пор культовый парфюм, самый, наверное, покупаемый аромат. Но вот не зря, классный аромат, я его тоже обожаю. Следующий аромат, который стал просто открытием для меня этим летом, это Ком-де-Гарсон Блэк Пепе. Вот такой аромат. Вы знаете, что в этом году я практически месяц была в Европе. Мы путешествовали по Европе, немножко, несколько дней. Большую часть времени провели в Италии, и я просто не разлучалась вот этим ароматом. Я брала его с собой. Он прекрасный, он просто прекрасный. Я носила его в Вероне, вот он у меня теперь всегда будет, наверное, с Вероной ассоциироваться. Верона – это большой город, такой очень красивый, архитектурный. Это просто один сплошной памятник. То есть там такая красота, да. И этот аромат, он у меня ассоциируется с большим городом, с красивыми мостами, с красивыми домами. В общем, это перец, это некая такая сладость, но она очень деликатная, эта сладость. Превосходный, просто ван лав. Не знаю, обожаю ком де горсон, обожаю блэк пепе. Носила с огромной радостью летом. Хотя здесь, как я уже сказала, такая сластинка, но она мне не мешает, не знаю, мне прям полюбился. Следующий аромат, который полюбился мне, я его люблю всегда, но вот этим летом я его носила, это Шариоль Инфайнд Селтик. Не знаю, как правильно, я оставлю ссылки или в комментарии под этим видео, или в инфобоксе. Заглядывайте обязательно все время, там я оставляю всегда информацию полезную для вас. Это тестер у меня, аромат сладкий, но он не приторный. Это груша, это такая сиропная груша, но вот она в карамели, но не такая засахаренная, знаете, не такая слишком карамелизированная, а такая прозрачная. Вот эта карамель, она еще не схватилась. Это такой, в общем-то, сироп. Ну, по-другому не могу описать. Это груша в сладком сиропе. Такая сиропная груша, это гурманский аромат, безусловно. Но он не удушающий, не навязчивый, не слишком сладкий, не приторный. Он довольно-таки стойкий. 5-6 часов, это точно. На лето он мне нравился. Это гурманика такая, знаете, умеренная. То есть, это не что-то сахара там сносное. Это умеренная гурманика. Класс. Дальше. Следующий аромат, который очень мне нравится, и вот этим летом просто тоже я им упивалась. Правда, это миниатюрка, но тем не менее. Это хлоя с белым бантиком. Хлоя в туалетной воде. Какой же он прекрасный. Он настолько чистый. Он такой шлейфовый. Вы знаете, я была в этом аромате в довольно большом помещении, там, где было много людей, и человека 4, наверное, спросили меня, чем ты пахнешь. Представляете? То есть, мне говорили, что всё вот это помещение пахнет вот этой хлоей. Я в который раз убеждаюсь, что, как правило, туалетные воды, ну, то есть, версия туалетной воды, да, ароматов, они более летучие, они более шлейфовые, они так разносятся красиво. У меня есть хлоя в парфюмированной воде, она далеко-далеко не такая шлейфовая, она более плотная, более близко сидящая, хотя тоже очень стойкая и шлейфовая, но вот это туалетная вода. Это просто вау! Да, возможно, она не будет слишком стойкой, но часа 4 это будет невероятно красивый, чистый шлейф. Это розы, это почули, да, это порошок. Ну, в первую очередь, это, конечно, порошок. Такой розовый порошок. Не знаю, кто любит вообще розу в парфюмере? Я думаю, что хлоя это тот аромат, который знают все. Возможно, вы не знакомы именно с версией туалетной воды. Это прекрасный аромат, он безумно шлейфовый. Я словила столько комплиментов, с этим парфюмом. Я с ним и в Италию тоже ездила. Ну, в общем-то, и наносила я его, друзья мои, намазом. То есть, это же сплэш-флакон. Получала огромное количество комплиментов. Сама от себя слышала этот парфюм. Опять-таки, ездила к маме. Он удобный формат, маленький, я беру его с собой в поездки. Ездила к маме с ним. Мама попросила воспользоваться. Слышала от мамы этот аромат. В общем, прям советую любителям роз, любителям чистоты, такой порошковости, любителям классической хлои. Попробуйте туалетную воду, если вы еще не знакомы с этим парфюмом. Он безумно шлейфовый. Очень красивый. Дальше, следующий аромат, который также мне полюбился этим летом, я его очень люблю тоже всегда. Это кристальные цветы от Монталь. Я любила его носить в такую пасмурную погоду. Ой, в прохладу. Я обожаю этот аромат. Это розы, розы, розовые розы, такие, знаете, кустарные. И дым. Я уже сто раз говорила, для меня это прокуренная роза. Ну, вот так вот я его вижу. Обожаю этот аромат. Следующий парфюм, с которым я была на море, это, конечно же, лагуна Сальвадор Дали. И вы знаете, тоже, я не помню, или я брала его с собой к маме, или мама ко мне сюда приезжала, я наносила этот аромат на нее. А, мы сходили с ней в магазин, да, мы сходили с ней в магазин, и я предложила ей протестировать лагуну на коже. Очень стойкий, а ей очень понравился. Я сказала, что с этим ароматом ездила на море, моя мама сказала, что необязательно, можно носить и так, очень классный аромат, очень необычный. Он звучит, вот лично для меня, тоже, наверное, даже нишево. Он звучит немного странно, солоновато, свежий, так, знаете, и деревяшки, и соль, и что-то еще, я не знаю. если вы еще не знакомы по каким-то странным причинам с лагуной Сальвадора-Дали, обязательно познакомьтесь, если вы любите интересные ароматы, соленость какую-то. Парфюм совершенно недорогой, это у меня вообще 15 миллилитров в тестере. Аромат стойкий и шлейфовый, поэтому хватает его надолго. Так, конечно же, это Арман Баси в туалетной воде. Я просто упивалась этим ароматом. Когда было жарко, это мой спаситель. Мне кажется, он спаситель всегда. Это как глоток свежего воздуха. Это какой-то горный хрусталь, я не знаю. Это свежие простыни с мороза. Очень холодный аромат, такой очень освежающий, даже леденящий. Вот прям на очень жаркую погоду это прекрасный аромат. Вот я не знаю, как-то я его вот, знаете, в первый год нашего знакомства, он у меня уже года три, наверное, я его не не поняла, как-то не оценила. Он мне казался нестойким, но в этом его прелесть. Да, он нестойкий два-три часа на самом деле, даже три навряд ли, но в этом его прелесть. Вы понимаете, то есть я иду по городу, палящее солнце, жара, набрызгался и такой, как будто перенесся, я не знаю, в какие-то горы, в каком-то ручью холодному. Просто прекрасный парфюм. Ну и последний тоже, я его часто показываю, это Элизабет Арден, зеленый чай. Да, это зеленый чай с бергамотом. Все, это холодный, освежающий такой напиток, с мятой, возможно, ну, с какими-то зелеными листьями. Это бергамот и это чай. Классный парфюм, тоже, не обязательно на лето, хотя летом он, он классный, он классный, он освежающий, но я могу носить его в любое время, в любую погоду, в любой сезон. Он тоже нестойкий, два часа, и в этом его как бы прелесть также есть, если я в последнее время практикую, я меняю ароматы в течение дня, то есть я могу утром, к примеру, воспользоваться зеленым чаем и уже после обеда ближе к вечеру мне хочется чего-нибудь посложнее, потяжелее, я выбираю что-то другое. Если я с утра орошусь, там, я не знаю, например, пятеркой, то как бы вечером ничего на себя я наносить уже не буду, потому что, ну, потому что это тяжелая артиллерия, скажем так. Вот этим мне нравятся вот такие туалетные водички прозрачные, нестойкие тем, что я могу их обновлять в течение дня, если мне надо, если мне не надо, я забыла, пошла, взяла что-нибудь другое, воспользовалась и наслаждаюсь дальше. Все, друзья, вот такие фавориты этого лета, мне даже как-то грустно это говорить, лето прошло, уже практически закончилось, но, но осень я тоже люблю, люблю осень, вообще любую осень я люблю сухую, влажную, мокрую, там, болотную, люблю всякую, осень любую. Все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заглядывайте в инфобокс, всем хорошего, плодотворного дня, не грустите, в любой, в любом сезоне есть свои какие-то прелести, ждем осень, всем пока! в любом сезоне, В любом сезоне, пока! Субтитры сделал DimaTorzok